Сейчас у нас надвигается на нас и уже пошел с марта пыленос. То есть это непереносимость пыльцы. Проявляется прежде всего органами, которые нас защищают. То есть это кожа и слизистая. В принципе, клиника легкого пыленоза очень напоминает ОРЗ. Но никогда не бывает первой интоксикации, второе – повышение температуры. Есть редкие формы, при которых может быть и то, и другое, и третье. И маленькие дети из-за аллергического воспаления часто дают активизацию бактериальной флоры. И тогда тоже повышается температура. Поэтому в этом случае всегда нужно разбираться. А так самое простое, самое очевидное при наличии пыленоза. Явление ринита, явление конъюнтивита, отека и зудовек. Может быть покраснение кожи, особенно открытых частей тела. И обострение атопического дерматита, крапивницы. И самое сложное – обострение пыльцевой бронхиальной астмы. Причем астма не формируется за один сезон. Это нужно, чтобы обструкции были уже в анамнезе. Или появились вот сейчас и никуда не уходят. Поэтому, как правило, эти дети знают, что у них будут проблемы с нарушением дыхания. И готовятся к сезону цветения заранее. Самое тяжелое, что каждый год у нас где-то около 30-40-50 детей, которые выдают дебют. Это первогодки. И вот они, бедные, не знают, что им делать. Они очень пугаются этих состояний. Поэтому, в принципе, таких детей надо обязательно осматривать. Потому что дети, у которых 5-6 год обострения, они уже выученные. А вот дети, которые в первом году переносят обострение поленоза, они еще очень пугаются. Значит, в теории считается, что дебют поленоза у нас идет с 4-7 лет. На практике мы видим, что у нас иногда 2-3-летние дети. Но это, как правило, отягощенный наследственный семейный анамнез. То есть у мамы поленоз, у папы поленоз, у бабушки поленоз, у дедушки поленоз. У ребенка практически нет шансов проскочить. Ну и все дети, которые имеют выраженные проявления пищевой аллергии, вот за счет пищевых перекрестных реакций, они тоже могут выдавать риноконюциальную форму в период цветения пыльцы. Нагрузка пыльцы всегда бывает очень большой. Самый главный враг – это вот у нас тут березонька нарисована. И получается, что дети, которые, например, реагируют на споры грибов или на часть рана цветущих растений, они медленно входят в обострение. А вот березовые дети, они получают удар пыльцы в лицо, что называется. И поэтому березовый поленоз проходит самым тяжелым образом. Сейчас я предполагаю, что первый вариант – наши приемы сохранены. И мы в кабинете находимся все время, которое звучит на времени приема сайта, и пыльцевиков мы принимаем всегда. Но поскольку очень страшно идти в детскую поликлинику, значит, что мы делаем? Мы можем растянуть все это по времени. То есть вы звоните в регистратуру, и они записывают вас в наш внутренний прием. И таким образом больные распределены по времени. Второй вариант – вы звоните в регистратуру, они соединяют нас с вами, то есть это нужно в часу приема, и мы уже вас распределяем по времени. Или обговариваем по телефону. Если нос и глаза, даем советы. Если одышка – другая картина. Если совсем страшно, вы вызываете врача на себя. Потому что, ну вот как маме справиться с одышкой? Какая одышка? Что нужно принимать? Есть наслоение вирусной инфекции или нет? Здесь по телефону мы не поймем. Ну и для тех, кто, например, уже не первый год переносит обострение, и в принципе все знает, но хотел бы скоррегировать дозу, или появились какие-то новые вводные данные. Вконтакте можно найти клиническая больница. Доктор Емельянова Марина Юрьевна. Написать мне вконтакте. Там можно прислать фотографии детей, можно прислать аудиозапись, дыхание, кашля, чихание и так далее. И мы подберем необходимую терапию.